Здравствуйте! В эфире телеканал CBC выпуск новостей. В студии Олег Амербеков. В начале коротко о главных темах. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхум Байрамов обсудил со своим турецким коллегой меры по ликвидации последствий землетрясения в Турции, где за последние сутки в результате новых подземных толчков погибли 6 человек. Один из крупнейших телеканалов Украины подготовил репортаж о 1000 гектарах усеянных минами освобожденных земель Азербайджана. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия страны в договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Турция, недавно пережившая трагические землетрясения, унесшая жизни десятков тысяч граждан и претерпевшая огромный экономический ущерб, продолжает страдать от новых подземных толчков. Накануне в провинции Хатай на юге Турции произошли очередные землетрясения. Магнитуда землетрясений составила 6,4 и 5,8 балла. По последним официальным данным, в результате этих стихийных бедствий погибло 6 граждан, 294 человека получили ранения. Также сообщается о разрушениях зданий в провинции Хатай. В настоящее время продолжаются работы по спасению людей, оставшихся под завалами. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях и странах – в Египте, Израиле, Кипре, Ливане и Сирии. Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение, которое привело к гибели более 40 тысяч человек. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры пострадавших провинций и поиске оставшихся под завалами людей. Число граждан, эвакуированных после землетрясения, превысило 392 тысячи. Меры по ликвидации последствий землетрясения в Турции обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Турции Джейхум Байрамов и Мевлю Чабу Шоглу. Глава ведомства поинтересовался последствиями двух сильных землетрясений, произошедших в Хатай накануне. Джейхум Байрамов подчеркнул, что Азербайджан продолжит оказывать всю необходимую поддержку братской стране. Мевлю Чабу Шоглу подробно проинформировал о последней ситуации в зоне землетрясения и планах по восстановлению. Он отметил, что последние землетрясения в Хатай затронули лишь ранее поврежденные здания. В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, государственная пограничная служба в очередной раз направила продовольственную помощь в Турцию для поддержки пострадавших от сильного землетрясения. Гуманитарная помощь состоит из муки, различных круп и консервов, молочной продукции и масла. Пять человек погибли в результате нового землетрясения. По сообщению СМИ, четыре человека погибли в результате паники и давки, возникших при подземных толчках в городе Алеппо и Тартус. Еще одна женщина, по данным телеканала Sky News, погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря. Официальные власти пока не предоставляют точную информацию о пострадавших. По разным данным, травмы получили от 100 до 500 человек. Землетрясение магнитудой 5,3 балла также зафиксировано сегодня в Иране и Исландии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. В Иране эпицентр располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендарабас, в котором проживают 352 тысячи человек. А в Исландии эпицентр находился в 214 километрах к северо-востоку от столицы страны города Рекьявик. В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступает. Турецкие неправительственные организации играют важную роль в оказании поддержки народу страны, пострадавшему от мощнейшего землетрясения. Организации гражданского общества участвуют в процессе организации помощи в зоне бедствия. Среди них Турецкий Красный Крест, Фонд прав, Человека и свобод, Общество распространения знаний, благотворительная организация Сада Такаши и другие. Турецкие неправительственные организации делают все возможное для ликвидации последствий разрушительных землетрясений, произошедших в Турции. НПО проводит работы по оказанию помощи в 11 городах, пострадавших от землетрясений. Государство и народ рука об руку пытаются справиться с последствиями этой катастрофы. Увеличивается как внутренняя помощь, так и та, что поступает из зарубежных стран. В настоящее время на месте происшествия проходят мероприятия по оказанию помощи при координации AFAD. Сотни НПО различных ассоциаций устанавливают полевые кухни, привозят еду, некоторые устанавливают палатки и контейнеры. Другие оказывают психологическую поддержку пострадавшим от землетрясения. Турецкий Красный Крест, Фонд прав человека и свобод, Турецкий фонд молодёжных и образовательных услуг, общество распространения знаний, благотворительная ассоциация Саддакаташе с первых минут землетрясения начали работать над поддержкой жертв стихийного бедствия. Помощь была направлена в Кахраман-Мараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп и в другие города, пострадавшие от землетрясения. Первый день землетрясения мы сразу же отправили в регион пять спасательных команд из сорока человек, которые организовали работу по оказанию экстренной гуманитарной помощи. Я сам в первый же день вместе с командой первым рейсом вылетел в город Урфа. Наши спасательные группы смогли прибыть на место немного позже из-за того, что дороги были повреждены. Но, несмотря на все препятствия, была проделана большая работа. Как общество распространения знаний, мы с первых минут землетрясения начали организовывать помощь для пострадавших. Мы отправили 27 грузовиков со спасательными командами, установили палатки, дома-контейнеры, отправили 20 тысяч одеял, тысячу печей. Мы также планируем установить на местах 150 контейнерных домов. Помимо этого, некоторые из наших общежитий были превращены в логистические центры. Мы отправили наших студентов, и они в качестве волонтеров оказывают всяческую помощь. С первого дня землетрясения наша поисково-спасательная команда из 6000 человек и наши волонтеры работали на месте. Они смогли вытащить из-под завалов 3000 человек. Кого-то удалось спасти, а кого-то нет. На сегодняшний день мы организовали на местах 800 пунктов помощи. Мы там разместили 14 полевых кухонь. Там же функционирует 21 логистический центр. Пострадавшим от землетрясения мы раздали 200 тысяч одеял, еду и воду, а также одежду. По последним данным, число погибших в результате землетрясения, случившегося 6 февраля, в Турции достигло 41 156 человек. Произошедшие 20 февраля в провинции Хатай два землетрясения унесли жизни 6 человек. Почти 300 получили травмы. Жаля Гусейнова, CBC. Рубена Варданяна просят покинуть Карабах. О его отставке сообщают армянские СМИ, а объявлена она будет 23 февраля. В стане сепаратистов уже выбрали нового, так называемого, госминистра. Раскол среди армянских сепаратистов достиг своего пика, набирает обороты тема отставки Рубена Варданяна, именующего себя госминистром Карабаха. Утверждается, что в ближайшее время президент фейкового режима Арейка Рутюнян освободит беглого российского миллиардера с так называемой должности. Как сообщает армянская газета Жахавурт, об отставке Варданяна будет объявлено 23 февраля во время специального обращения Арутюняна. Ранее информацию о планах карабахских сепаратистов обнародовал армянский аналитик Тигран Петросян. Араик Арутюнян сам был намерен убрать Рубена Варданяна. Его отставка уже давно планировалась. Думаю, что это приведет к недовольству среди населения. Криминальному олигарху Рубену Варданяну уже нашли замену. По словам Тиграна Петросяна, кресло так называемого госминистра фейкового режима займет Гурген Нерсисян. Последние уже больше года изображает из себя генерального прокурора Карабаха. Я провел встречу с Гургеном Нерсисяном, в ходе которой он сообщил мне, что решение уже принято и Рубен Варданян должен уйти. Каким методом он уйдет, неизвестно, но он сказал, что уйдет. Араик Арутюнян лично предложил Гургену должность госминистра. Карабахские террористы грызутся между собой уже давно. Разногласия в стане сепаратистов особенно усилились после прихода Рубена Варданяна. Олигарх выставлял себя лидером армян Карабаха и пытался продвинуть своих людей в так называемое правительство фейкового режима. Это вывело из себя другого преступника, главаря сепаратистов Араика Арутюняна. Их противостояние переросло во вражду. Даже в Россию они совершили поездки не вместе, а поодиночке. Официальный Баку прекрасно знает, с какой целью в Карабах был заслан российский миллиардер Варданян. Москва таким образом пытается усилить свое влияние. Это, конечно, затянуло решение оставшихся вопросов. Это можно оценивать и как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Президент Ильхам Али в Мюнхене еще раз озвучил позицию страны. Баку не будет вести какие-либо переговоры с этим сепаратистом. Проживающие в Карабахе армяне – граждане Азербайджана. Их права и безопасность будут обеспечены, как и у других граждан страны. По информации армянских СМИ, Рубена Варданяна должны были отправить в отставку еще 17 февраля. На этом настаивал сам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Утверждается, что беглый миллиардер уже давно метит на место армянского премьера и пытается изменить прозападную политику страны на пророссийскую. По этой причине криминальный олигарх неоднократно выступал с критикой в адрес правительства Пашиняна и обвинял власти страны в недостаточной поддержке остатков сепаратистского режима в Карабахе. К слову, на Мюнхенской конференции Никол Пашинян никак не отреагировал на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Рубена Варданяна. Армянский проект МИАЦУМ потерпел полное фиаско. Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности поставило крест на притязаниях Армении и планах по отторжению азербайджанских земель. Март 2019 года. Министр обороны Армении Давид Танаян сообщает о том, что переформулировал формат территория в обмен на мир. Мы сделаем прямо противоположное. Новая война за новой территорией. Уверенно заявлял Танаян. Будет так, как скажем мы. Даем шанс, чтобы покинули наши земли путем переговоров, мирным путем. Мы все равно вернемся на эти земли. Мы все равно восстановим нашу территориальную целостность. Весь мир, в том числе Армения, увидел это. Мы не хотим, чтобы проливалась кровь. Мы не хотим, чтобы были шехиды. Мы хотим наши земли. Уходите, убирайтесь с наших земель. Уходите и живите в своей стране. Армия обороны НКР способна дать достойный ответ на любые действия Азербайджана в любой его точке. Где же эта непобедимая армянская армия? Она разгромлена. Мы уничтожили ее всего за 44 дня. Просили пощады пари на колени. Сентябрь 2020 года. Представитель Минобороны Армении Арцуруна Ванисян. Если начнется война, азербайджанцы увидят наши танки в Баку. И только лишь это заявление армянской стороны нашло отражение в реальности. 10 декабря 2020 года в столице Азербайджана прошел исторический военный парад, посвященный победе во Второй Карабахской войне, на котором и была продемонстрирована часть военных трофеев, захваченной азербайджанской армией у разгромленного врага во время Отечественной войны. Жизнь в мире грез в Армении началась в феврале 1988 года. Переселенный в Карабахский регион кочевой народ не просто попытался стереть историю, но и написать новую. Дилемма о независимости или омя отцом эволюционировала от первоначального требования немедленного исправления исторической ошибки Сталина и прямого переподчинения Нагорно-Карабахской автономной области Еревану в последующей смене тактики на поэтапное достижение той же цели посредством предварительного отделения этой области от Азербайджана и конечного присоединения ее к Армении с промежуточным этапом так называемой независимой республики. Переселенные в 1828 году в Карабахский регион Азербайджана армяне пытались убедить весь мир в том, что проживали на этих землях тысячелетиями. На слух мировой аудитории, не особо вникающих детали, истоки и суть армяно-азербайджанского территориального конфликта, лозунги с территориальными притязаниями звучали красиво. В Нагорном Карабахе был Шаумяновский район. Нет, он был не в Карабахе, это не Карабах, нет-нет. Хорошо, хорошо, на мой взгляд, в Нагорном Карабахе. Премьер-министр только что отметил, что якобы Карабах был передан Азербайджану по приказу Сталина. Это ошибка. Обратите еще раз внимание на решение Кавказского бюро июля 1921 года. Там говорится оставить Карабах в составе Азербайджана, а не передать. Если ему так не нравится Сталин, то странно, почему же ему так нравится Шаумян. Потому что Шаумян был одним из большевиков. Он виновен в убийстве безвинных азербайджанцев. Сегодня же столица, так называемая НКР, названа в его честь. Возникает вопрос, если Карабах – древняя столица Армении, то почему у столицы нет древнего армянского наименования? Потому что древнее название столицы – это Ханкинди, что означает «деревня Хана». А в Степанакерт он был переименован, так как Шаумяна звали Степан, а Керт означает «город на армянском». Понимали ли в Армении, что их идеями отцом провальны, и что лгать не только мировой общественности, но и вводить свой народ в заблуждение чревато крахом? К сожалению, уже стало плохой традицией, что армянское общественное мнение – это последнее, что учитывается, когда армянская элита, руководство, церковь, диаспора, фауказки с внешних политических сил начинают какие-то процессы. И тут просто в виде рычага используется армянская общественность, армянский народ. Вот почему я так уверенно об этом говорю, потому что опыт конца 19-го, начала 20-го века, когда политические партии типа Ташнак-Сутюн, Гончак, Армянакан и другие фактически стравливали армянский народ на территории Турции с мусульманами, с турецким народом, с тюркскими народами. А затем то же самое на Южном Кавказе продолжилось между азербайджанцами и армянами. Они с большим удовольствием приносили в жертву армянское население, то есть Ташнаки и им подобные, чтобы потом на этой пролитой крови играть, жонглировать, ангажировать и принуждать, играть на чувствах армянского общества и принуждать его принять участие в резьме, в каких-то других преступлениях против соседних народов, против государств, внутри которых они живут. И, к сожалению, на эти же грабли опять-таки армянская общественность и народ наступили в период распада СССР. История диктует свои правила. И несмотря на то, что она каждый раз доказывает Армении, что все попытки видоизменить ее безнадежны, реваншистские настроения в Ереване не прекращаются. Нежелающие мириться с поражением и новыми геополитическими реалиями, страна-агрессор, руководствуясь экстремистским настроением, не оставляют попытки повлиять на международную общественность громкими заявлениями, которые на деле являются лишь нелепыми высказываниями. Почему я говорю о цикличности? То есть, замыкая предыдущий цикл, они с большим удовольствием идут опять по граблям в новом цикле. И огромное количество националистов, политических партий, прямой террористических партий, которые в том числе, зная или не зная, обслуживают внешние интересы. Вот эта вся масса сейчас заново пытается раскачать, создать новый конфликт. Мы видим здесь прямое участие различных стран. В первую очередь, стран, которые некогда составляли Минскую группу ОБСЕ. И сейчас эти страны, плюс к ним прибавился Иран, делают все для того, чтобы вновь армянский народ принести в жертву. Реваншистская позиция Армении серьезно подрывает попытки нормализации ситуации на Южном Кавказе. Третьи страны, которых по какой-то причине якобы заботят судьба армянского народа, сами тлеют, как Бигфордов шнур. Здесь остается открытым вопрос, на кого же надеется Армения и готова ли она променять мир и стабильность на путь в никуда. Альвина Абдрахманова, CBC. Объявлена дата оглашения судебного решения по обращению Азербайджана в Международный суд о назначении временных мер в отношении Армении. Решение будет объявлено 22 февраля в Гааге. Ранее в январе Азербайджан подал второй иск против Армении в Международный суд в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 31 января завершились общественные слушания по этому иску. Кроме того, Международному суду предстоит рассмотреть дело в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой среды и естественных мест обитаний. Основным требованием Азербайджана является привлечение Армении к ответственности и посредством Международного трибунала выплата ею компенсации и прекращения незаконной деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, которая продолжается до сих пор и по-прежнему наносит ущерб окружающей среде. Отмечается, что данный иск может стать прецедентом для привлечения Армении к ответственности из-за уничтожения биоразнообразия во время войн. О разрушенных мечетях и культурных памятниках, о тысячах гектарах усеянных минами, освобожденных в результате Второй Карабахской войны и территориях Азербайджана, подготовил репортаж один из крупнейших украинских телеканалов ТСН. Рассказывая об увиденном в Карабахе, журналистка провела параллели с Украиной, где уже почти год продолжается война. Азербайджан знаком с проблемой оккупации не на словах. 30 лет назад территории страны были захвачены со стороны Армении. За этот период армяне пять за пятью разрушали все достопримечательности, культурные и исторические памятники Карабаха. Так начинается сюжет под названием «Руины чёрного сада» украинского телеканала ТСН, посвящённый Карабаху. Приезжающие на освобождённые территории, потрясённые увиденным, полным опустошением и руинами, оставленными после почти 30-летней оккупации, прозвали некогда цветущий крупнейший город Карабаха Агдам – Кавказской Хиросимой. На протяжении всех этих лет Армения удерживала территорию Азербайджана и медленно разрушала все достопримечательности, культурные и исторические памятники. На всей территории Карабаха было около 70 мечетей, но из них уцелело всего три. Армянские оккупанты превратили их в хлева. В репортаже показано, как один из крупных городов Карабаха – Агдам, где некогда проживало около 30 тысяч человек и работало 20 различных предприятий, превратился в город-призрак. Авторы сюжета также рассказали о разминировании освобождённых территорий, строительстве новых сёл, куда постепенно возвращаются некогда изгнанные отсюда жители. Сегодня в усиленном темпе ведутся восстановительные работы. На территории Карабаха создаётся современная инфраструктура, действуют аэропорты. Теперь азербайджанцы и гости Карабаха смогут в весьма в комфортных условиях посетить освобождённую от оккупации территорию. Одним из символов Карабаха стало умное село Агалы в Зангеландском районе. Сюда уже вернули первых жителей, которые покинули Карабах в 90-х годах. Важным итогом войны стало и восстановление полноценных границ Азербайджана на юге с Ирана, все эти годы находящиеся бесконтрольной и открытой для наркотрафика и контрабанды. В сюжете также затрагивается вопрос минной проблемы, который сегодня актуален в Карабахе. Около 300 человек уже стали жертвами мин, усеянных армянами. Сегодня быстрыми темпами ведутся работы по разминированию территорий, освобождённых от оккупации. В конце сюжет украинская журналистка с надеждой говорит, что мир и покой, как в Карабахе, скоро наступит в Украине. Минная проблема остро стоит перед Азербайджаном. После освобождения территории от многолетней оккупации, агентством по разминированию Азербайджана по сегодняшний день в Карабахе и прилегающих районах было обнаружено свыше 80 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Одним из пострадавших сёл стало село Ашагы-Сейдахмедли, Физулинского района, где было обнаружено ещё и массовое захоронение. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Осторожно, мины. Таких знаков на освобождённых территориях Азербайджана с каждым днём всё меньше и меньше. Азербайджанские сапёры продолжают работы по очистке этих земель от смертоносного груза, оставленного вооружёнными силами Армении. В этом небольшом селе Физулинского района под названием Ашагы-Сейдахмедли всего за 10 дней было обнаружено свыше 50 мин. Во время армянской оккупации в Физулинском районе был заминирован практически каждый клочок земли. Мины были обнаружены и в селе Ашагы-Сейдахмедли. По словам спасённых из армянского плена лиц, именно здесь находится ещё одно массовое захоронение времён Первой Карабахской войны. Похоже, страна-агрессор Армения понимала, что рано или поздно массовое захоронение в селе Ашагы-Сейдахмедли Физулинского района будет обнаружено. По этой причине армянские бандформирования максимально заминировали эту территорию, таким образом Армения попыталась скрыть совершённое ею военное преступление. Во время Первой Карабахской войны пропали без вести около 4 тысяч азербайджанцев. До сих пор нет никакой информации об их судьбе. Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана и международных организаций, Армения отказывается предоставлять сведения о местах массовых захоронений. Тем не менее, поиски продолжаются. В 1993 году мой отец пропал без вести во время Первой Карабахской войны. С тех пор мы не можем получить о нём какую-либо информацию. Я сам с 2005 года работаю сапёром. Сейчас мы стараемся как можно быстрее разминировать территорию села Ашагы-Сейдахмедли. Возможно, здесь были захоронены десятки человек. Надеюсь, что удастся выяснить судьбу пропавших лиц. Меня сюда в первую очередь привёл сыновный долг. Работу идут по плану. На этой небольшой площади большое количество запрещённых мин установлены в хаотичном порядке и встречаются в самых неожиданных местах. Чтобы устранить опасность, учитывается каждая мелкая деталь. Некоторые мины отчётливо видны даже невооружённым глазом. Они установлены очень близко друг к другу. На данный момент разминировано только 5-10% этой территории. И на таком небольшом участке обнаружено 59 мин. Теперь представьте, сколько в целом мин и неразорвавшихся боеприпасов будет ликвидировано или обезврежено, когда удастся разминировать весь участок в 4 гектара. На этой территории обнаружены как противотанковые, так и противопехотные мины. Мы часто находим мины армянского производства. Противник постарался как можно больше заминировать именно те участки, которыми, скорее всего, воспользовались бы гражданское население. Мины установлены в домах, вокруг них и даже на могилах. По оценкам сапёров, всего в Карабахе и прилегающих районах может быть заложено сотни тысяч мин. На минирование азербайджанских территорий Армения потратила десятки миллионов долларов. С момента окончания 44-дневной войны шертовыми раскинутых по всему региону минных полей стали около 300 азербайджанцев. Среди них как военные, так и гражданские лица. Противник заминировал практически все кладбища в этом регионе. Они воевали даже с мёртвыми. Преступники выкапывали из могил останки и извлекали золотые зубы, а затем разбрасывали черепа по всему кладбищу. Это одна из наиболее загрязнённых минами территорий. Но мы в любом случае рано или поздно обеспечим здесь полную безопасность. Мы должны сделать всё для того, чтобы бывшие вынужденные переселенцы вернулись в свои родные края и восстановили здесь жизнь. Я сам участвовал в боях во время 44-х дневной войны и помню, как освобождались эти земли. Мины унесли жизни десятков военнослужащих. Всего за последние 30 лет в Азербайджане при подрывах на минах пострадали более 3300 человек, в том числе около 40 женщин и свыше 350 детей. До настоящего времени на освобождённых территориях страны обнаружено более 80 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Шамистан Мамедов, Туралы Минзаде, Сибиси. Президент России Владимир Путин впервые за два года выступил с посланием Федеральному собранию. Он дал оценку положению дел в стране и введении основных задач на перспективу. В этом году один из главных акцентов глава российского государства сделал на вопросы, связанные с войной в Украине, экономикой, социальными проблемами. «Текущий момент является сложным и для страны», – заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Глава российского государства отметил, что это период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее России. Далее президент России напомнил и о военных действиях, которые начались год назад, с целью, как отметил Путин, защиты людей, обеспечения безопасности страны, а также для ликвидации угрозы, исходящей от украинских властей. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. В своём выступлении Владимир Путин назвал Украину порабощенной Западом и отметил, что ответственность за разжигание украинского конфликта лежит на западных элитах и сегодняшнем руководстве Украины. Президент отметил, что сегодняшний украинский режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Путин добавил, что Запад использует Украину как таран против России и полигон. Глава российского государства заверил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на планы перевести локальный конфликт в Украине в глобальное противостояние. Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит для нас? Что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и всё это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Говоря о Западе, Владимир Путин заявил и о том, что проект Запада по созданию антироссии, который сейчас реализуется в Украине, ставит цель оторвать исторические территории от России. По его словам, проект создания антироссии не новый, так как его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и в Польше, и в других странах. Дэн Ивчаназарова, CBC. На прямой связи с нашей студией наш гость Михаил Нижимаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций. Господин Нижимаков, здравствуйте. Здравствуйте. В частности, президент Путин в своем послании к Федеральному собранию сказал о приостановке участия Российской Федерации в договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Что это значит? Как дальше будут развиваться в этом направлении события? Что это значит для мира, для российско-американских, возможно, отношений? Да, ну, насколько известно, Джозеф Байден вскоре после того, как этот рационный повод был озвучен, заявил о том, что, так сказать, здесь есть некое основание для переговоров с российской стороной, для консультации, по крайней мере. То есть, вполне возможно, что здесь, как это часто бывает в международной политике, некие, скажем так, жесткие шадида, жесткая риторика является притечей для того, чтобы обозначить переговорные позиции для дальнейших консультаций и для диалога в каком-то сложном вопросе. Понятно, что в тех условиях напряженности между Россией и Западом, которые сейчас присутствуют, любой диалог будет осложнен, но, тем не менее, полностью, так сказать, отбрасывать его возможности все-таки рано. То есть, как минимум, какие-то непубличные консультации здесь могут проходить. То есть, понятно, что это не будет какой-то быстрый результат, но, так сказать, некие шаги в рамках таких переговоров, такого поиска какого-то единого мнения здесь могут проходить. И в том числе, можно вспомнить, что по подобным глобальным вопросам еще, администрация Дональда Трампа напоминала о том, что необходимо привлекать, в данном случае обсуждать такие вопросы, также, например, и с Китаем. Путин в данном случае вспомнил о потенциале Великобритании и Франции, например. То есть, здесь вполне возможен, скажем так, шаг к тому, чтобы в более многостороннем формате обсуждать эти вопросы. Но, опять же, повторюсь, что в нынешних условиях это, так сказать, здесь не стоит ожидать каких-то быстрых результатов. Но ни этих шагов в сторону продолжения развития диалога вполне стоит. Ну, как вы считаете, вот по риторике выступлений президента Путина, возможности для каких-то дипломатических, политических переговоров, они сужаются или они все еще есть? Ну, скорее, нынешнее послание президента России Федеральному собранию отражает, скажем так, сложную международную обстановку, которая сейчас сложилась. То есть, там неоднократно подчеркивается разочарование Кремля в переговорах с западными партнерами на предыдущих этапах. Поэтому понятно, что здесь, скорее, можно сказать так, что возможности для некого диалога не закрыты, но в то же время, так сказать, подчеркивается сложная обстановка для их возможного возобновления. Ну, и, да, стоит отметить, что кроме, собственно говоря, ситуации в сфере российско-украинского конфликта и отношений с Западом, Владимиром Путином были обозначены экономические задачи, которые также требуют взаимодействия с зарубежными партнерами. Вот, скажем, для Азербайджана, для российско-азербайджанских отношений, скажем, важен коридор Север-Юг, который Путин упомянул в послании, назвал его среди ключевых, скажем, транспортных коридоров, которые сейчас будут, так сказать, реализовываться, инфраструктурные проекты в рамках них, так сказать, так же продолжаться, да, как задачи на ближайшее время. Потому что одно из заявлений Владимира Путина сегодня касалось возможных испытаний ядерного оружия. Он сказал, что есть данные о том, что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. И Путин отметил, что если США сделают это первыми, то Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность также к испытанию ядерного оружия. Это уже какая-то такая, ну, такие заявления довольно острые. Вот эта конфронтационная спираль. Очевидно, что события уже идут по вот этой спирали. Как вы прокомментируете вот это заявление. Но это опять же, если Вашингтон испытает, сделает, проведет это испытание первым. Ну, да, тут опять стоит повториться, что да, это некое отражение сложной международной обстановки. Да, тем более, что упоминание и, так сказать, обучение сил ядерного сдерживания в данном случае, да, звучало за прошедший год со стороны России, да, и подобные учения проводились, так сказать, странами НАТО. В данном случае, как бы это, так сказать, некий проблемный вопрос, который затронут в послании. Но, да, я повторюсь, что довольно часто, когда главы государств поднимают такие вот сложные, жесткие, проблемные вопросы, это в том числе обозначение позиций для неких переговоров на будущее. Господин Нижмаков, большое спасибо за Ваши комментарии, благодарю Вас, до свидания. Спасибо. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. Сегодняшнее послание президента России Владимира Путина федеральному собранию вызвало много вопросов и уже поступили реакции на заявления главы российского государства. Свои комментарии высказали как представители Украины, так и Запада. ООН поддерживает право Украины на самооборону. Это соответствует уставу ООН и международному праву. Об этом генеральный секретарь НАТО Енс Толтенберг сказал на совместной пресс-конференции с Верховным представителем Европейского Союза по внешней политике и вопросом безопасности Жозефом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Генсек ООН отметил, что эту войну начал президент России Владимир Путин и сделал это, чтобы оккупировать Украину ради имперских интересов. Но, как отметил Генсек ООН, Путин недооценил решимость и силы украинского народа, а также солидарность НАТО. Главный акцент Енс Толтенберг сделал на том, что он не видит в действиях Владимира Путина никаких признаков шагов к миру, и поэтому НАТО продолжит поддерживать Украину. В своем сегодняшнем выступлении он заявил, что готовится к новой войне, мобилизует новые силы. Он приобретает оружие в таких странах, как Иран и Северная Корея. В то же время мы обеспокоены тем, что Китай может продать оружие России. Путин не должен выиграть эту войну. Это опасно для нас, для мира. Мы должны дать Украине то, что ей необходимо для победы. Я приветствую военную поддержку наших союзников. Нам нужно ускорить военную помощь, и мы обсудили это сегодня. Мы договорились, что Украина должна развивать свою систему вооружений. Процесс должен быть прозрачным. Мы договорились о встрече экспертов ЕС, НАТО и Украины по закупкам. Мы должны быть уверены в обеспечении будущего Украины в евроатлантической семье. Комментируя сегодняшнее выступление президента России Владимира Путина, Столденберг выразил сожаление по поводу того, что Россия прекратила свое участие в договоре Стар. Он призвал Россию пересмотреть это решение и уважать международные договоры о контроле над вооружениями. Решение России о приостановке участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений прокомментировал и Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеф Боррель. Он отметил, что это разрушает систему международной безопасности, созданную после Холодной войны. То решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после Холодной войны систему международной безопасности. После этого нам необходимо задуматься о новых мерах в данном вопросе. Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность, написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Твиттер. По его словам, своим выступлением Путин показал, что Россия находится в безусловном таежном тупике и что перспективных решений у него нет и не будет, потому что везде нацисты, марсиане и теория заговора, отметил Михаил Подоляк. О заявлениях президента России Владимира Путина высказался и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который назвал абсурдными обвинения Владимира Путина в адрес Запада. Он отметил, что никто не нападает на Россию. По его словам, решение начать войну в Украине было выбором Путина и что если Россия прекратит войну в Украине, война закончится. А если это сделает Украина, а Соединенные Штаты и коалиции перестанут ей помогать, то Украина просто исчезнет с карты мира. Беновща Назарова, Си-Би-Си. У нас сейчас в эфире новостей блок экономики, который представит моя коллега Нигья Рахманова. Азербайджан и Пакистан обсудили развитие энергетического сотрудничества. Министр энергетики Первиз Шахбазов написал об этом в своем твиттер. Переговоры состоялись на встрече с делегацией Пакистана, куда вошли госминистры нефти Мусадык Малик, министр инвестиционного совета Салиг Хусейн и министр промышленности и производства Муртаза Махмуд. В том числе рассмотрены перспективы сотрудничества по поставкам жиженного природного газа и нефтепродуктов, а также участие СОКАР в строительстве СПГ-терминала в Пакистане. Министры коснулись и темы возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. К другим темам. На этой неделе 23 и 24 февраля в Ташкенте пройдет первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум. Его организаторами выступает Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Минэкономики Азербайджана, Торгово-промышленная палата Узбекистана и Аспрома. Сотрудничество в каких сферах будет в приоритете участников форума расскажет нам корреспондент из Узбекистана Борчину Мусалям Кызе. Борчиной, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Нигер. В работе форума, как ожидается, примут участие официальные лица обеих стран и предприниматели, работающие по различных отраслях экономики. Известно также, что в рамках форума состоится третье заседание Узбекско-Азербайджанского делового совета. Также будут организованы двусторонние встречи предпринимателей. Нужно отметить, что между Узбекистаном и Азербайджаном динамично развиваются торгово-экономические отношения, зарабатываются новые инвестиционные проекты. Например, если в начале 2022 года в Узбекистане действовало 178 компаний с азербайджанским участием, то в настоящий время их число возросло почти до 270. Благодаря совместным усилиям за последний год в сторону увеличили товарооборот на 53%. Основные направления, которым будет уделяться особое внимание на форуме, исходят из приоритетов экономического сотрудничества двух стран. То есть это нефтегазовая отрисель и промышленность. Нам известно, что Ташкент и Баку уже начали осваивать новые сферы сотрудничества, в том числе с расширением операционных связей. Это сферы энергетики, транспорта, коммуникации, машиностроения, электротехники, производство строительных материалов, текстильной и пищевой промышленности. Естественно, эти сферы в работе форума будут в приоритете. Еще хотела бы разъяснить. В августе прошлого года стороны подписали план по расширению сотрудничества в энергетической сфере на 2022-2023 годы, которая охватывает 30 направлений, включая сотрудничество на освобожденных землях Азербайджана, также участие узбекских компаний в проектах по возобновляемой энергии. Документ предусматривает экспорт и импорт нефтегазовой и химической продукции, сотрудничество в нефтепереработке, также в геологоразведке и добыче углеводородов. Азербайджан и Узбекистан планируют строительство новых тепловых электростанций за счет частных инвестиций. Также будет продолжаться обмен опытом в теплоснабжении, либерализации энергетических рынков и рациональном использовании энергоресурсов. И на форуме также уделят особое внимание сотрудничеству в этих направлениях и проектах. О том, какие задачи стоят перед участниками форума и как развиваются торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном на современном этапе, также рассказали эксперты двух стран в ходе видеомоста Маку-Ташкент, который состоялся несколько дней тому назад. В конференции приняли участие эксперты двух стран, также представители посольств Узбекистана и Азербайджана. И по словам посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафанова, сотрудничество двух стран идет по нарастающей, и товарооборот между странами за последние 6 лет увеличился в 7 раз. Специалисты считают, что азербайджанско-узбекские отношения в экономической и общественно-политической сферах имеют большие перспективы и будут только расти. Также они отметили, что в период энергетического кризиса в мире и нехватки химического и продовольственного сырья особенно актуализируется вопрос использования транспортно-логистических путей, в частности, срединного коридора, где Узбекистан играет одну из главных ролей, и это открывает для двух стран большие возможности. Как известно, на сегодняшний день самые крупные объемы грузов в мире транспортируются именно между Азией и Европой, тогда как срединный транспортный коридор остается наиболее коротким и выгодным маршрутом для грузоперевоза. Также был отметен опыт Узбекистана в селекции «Флопчатника» и что специалисты Азербайджана заинтересованы в использовании узбекского опыта по выращиванию новых сортов плопка. Был отмечен повышенный интерес к узбекскому шелку, экспорт которого сегодня налаживается в Азербайджан. И еще одной темой предстоящего форума станет совместное производство автомобилей. Как отметили эксперты из Азербайджана, спрос на узбекские автомобили в Азербайджане высок, поэтому совместное производство будет иметь большие перспективы. И в целом ожидается, что предстоящий межрегиональный форум придаст дополнительный импульс расширению операционных связей и поспособствует созданию новых совместных идей по развитию взаимодействия на основе широкого задействования неиспользуемых резервов и возможностей. У меня все. Студия. Пожелаем форуму продуктивных обсуждений и принятия решений. Спасибо за то, что подключились. Напомню, на связи с нами была Борчиной Мусалям Кызы, корреспондент из Узбекистана. Обсуждали мы предстоящий Азербайджан-Узбекский форум. Продолжаем выпуск. Транзит грузов по территории Азербайджана в январе 2023 года вырос на 57% в годовом сравнении. Сообщил об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Он отметил, что в отчетном месяце объем грузов, перевезенных через Азербайджан, транзитом достиг 843 тысяч тонн. Это на 306 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя. В том числе по железным дорогам в январе перевезено 535 тысяч тонн, а автомобильным транспортом 308 тысяч тонн. В целом, по итогам 2022 года, грузоперевозки в 7 видами транспорта в Азербайджане достигли 219 миллионов тонн. Это почти на 13% превышает показатель 2021 года. Казахстанская компания «Тенгиз Шевр Оилл» еще не начала транспортировку нефти по трубопроводному маршруту Баку. Утбилиси Джейхан об этом на брифинге заявил генеральный директор ТШО Кевин Лаен. По словам гендиректора, венотрясение в Турции помешало с осуществлением пробных перевозок. В настоящий момент ведутся работы по выбору особого маршрута, отметил Кевин Лаен. И сырье из Казахстана транспортируется в западные страны, в основном через Россию, посредством Каспийского трубопроводного консорциума. Международные санкции не коснулись КТК. Иране сообщалось, что Казахстан готовится транспортировать по БТД полтора миллиона тонн нефти в год. Сейчас мы работаем с компанией Казмунайгаз над определением особого маршрута, потому что нефть отгружается с моря по железной дороге. К сожалению, вы все знаете, что землетрясение в Турции повлияло на инфраструктуру. Соответственно, оно затронуло и Джейханский терминал в Турции. В настоящее время у нас нет возможности осуществлять пробные перевозки, поэтому маршрут еще не запущен. Мы молимся за людей, пострадавших от землетрясения, и начнем испытания, когда у нас будет возможность. В зоне бедствия проведена оценка состояния 1 миллиона 123 тысяч построек. На данный момент известно, что 139 тысяч домов разрушены, либо серьезно повреждены и требуют экстренного сноса. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайфордоган, выступая на координационном центре Афат в провинции Османии. В палатках сейчас размещены 865 тысяч человек, и еще 23,5 тысячи поселены в контейнерных домах. Президент Турции заявил, что в течение года планируется обеспечить всех новым жильем. Будут восстанавливаться не только города, но и села в зоне бедствия. При этом новые жилые объекты будут соответствовать принципам горизонтальной архитектуры, не превышая 3-4 этажа. Мы начинаем со строительства 9500 домов в Османии. Здесь на первом этапе мы построим 1361 дом. Проверена вся инфраструктура. Хочу обрадовать наших граждан, проживающих в селах. Мы планируем возродить наши деревни в течение одного года, как и центры городов. Мы построим в общей сложности 70 тысяч деревенских домов с их амбарами и садами, в соответствии с первоначальной архитектурой, и передадим их бенефициарам. Только в марте 200 тысяч строений, чтобы в общей сложности обустроить 270 тысяч семей. Ранее глава турецкого государства сообщил, что пакет кредитно-гарантийного фонда увеличен до 350 миллиардов лир. Подготовлен пакет поддержки бизнеса инвестиций в зоне землетрясения на сумму 27 миллиардов лир. В свою очередь, министр сельского и лесного хозяйства Вахид Киришчи заверил, что состоянию палатин в провинции Хатай после новых землетрясений ничего не угрожает. Что же касается одного из крупнейших портов страны из Киндыруна, то на полное его установление потребуется три месяца. Пожар, вспыхнувший в терминале, 6 февраля уничтожил более 3,5 тысяч контейнеров. В то же время, после произошедших вчера вечером новых землетрясений на юге Турции, после кратковременного подъема уровня воды на набережной в Искен-Веруне, море в районе подземных толчков отступило. Вода отошла от берега на 4 метра, а местами даже до 20 метров. На этом экономическая рубрика о новостях подошла к концу. Передаю слово Олегу. Большое спасибо, Нигярш. Выпуск новостей на этом также завершен. Оставайтесь с телеканалом Си-Би-Си. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»